Здравствуйте, мои подписчики! В свете последних событий, попыток посадить Трампа, я решил поделиться своими мыслями по поводу данной ситуации. Я давно наблюдаю, с каким упрямством и жалкими потугами Сорос пытается убрать Трампа с пути Байдена, и тогда начинаешь понимать суть выражения «старческий маразм». То, что сейчас идет борьба за судьбу США, это однозначно. Сорос отчаянно хочет помешать Трампу снова возгладить Белый дом. Но своими действиями он только повышает ему рейтинг. У меня нет никакой жалости по отношению к дряхлеющей либеральной Америке в лице Джо Байдена, семейки Клинтонов, Обамы и Билла Гейтса. Но мне жаль Джорджа Сороса. Этот человек избежал Холокост, взлетел на финансовый Олимп, а потом смог менять правительство и повлиял на весь западный мир. И вот теперь на излете его жизни. Все идет прахом. Путин отвоевывает Украину, сдружился с Сизимпином и не только. Создает коалицию по отказу всего остального мира от доллара во взаиморасчетах. Да, Западу пока что удалось временно остановить обвал банковской системы, которая и так трещит по швам. Но она все равно падет. Инфляция зашкаливает, вся Европа бунтует. И вот только восточноевропейские партнеры и англичане нагнетают, желая спровоцировать Вашингтон напрямую в войну с Россией. Надеясь, что когда будут ракеты лететь с одной стороны на другую, там они посеткой как-то и отсидятся. Если кто не знает, идея Сороса состоит в том, чтобы подконтрольные открытому обществу или его идеям правительства продавливали идеи Сороса по превращению консервативного общества в податливую массу людей, обезличивая их как гендерно, так и расово. А там, где невозможно влиять на гендерную или расовую тематику, разложить эти общества с помощью проталкивания гей-пропаганды, свободы употребления наркотиками и так далее. Со временем он понял, что начинать нужно все-таки с детей, так как взрослых и состоявшихся людей развратить будет довольно-таки сложно, но и хлопотно. И потому особый упор стал делаться на воспитание нового поколения через специальные образовательные программы и уроки в школах, которые в данный момент существуют в Америке. На этих уроках учат искать в себе другие гендеры, провоцировать детей на смен пола. И вот представьте, что после 10-15 лет подобных уроков у вас вырастет новое поколение. Правда, Сороса тогда уже не будет, но новое поколение может вырасти гендерно-разнообразным, расово-также непонятным, а значит, будет применено римское правило «разделяй общество и властвуй над ним». Спросите, зачем ему это? Сороса не устраивает, что более половины американского общества в массе своей консервативно. А на примере победы Трампа в 2016 году он понял, что нужно торопиться. И та охота на ведьмы, которая происходит сейчас с Трампом, тому показатель. Да, конечно, сложно управиться с государственной машиной США, судебной системой, если она решила кого-то уничтожить. Но уже сейчас рейтинг Трампа вырос более чем на 10-11% и дальше будет расти. И даже если демократам удастся сделать так, что Трамп не будет участвовать в президентских выборах, место лидера займет губернатор Флориды Рон де Сантис. Очень умный и харизматичный политик. Таким образом, убрав Трампа, демократы сделают так, что вся ненависть к ним и любовь к Трампу перейдет к де Сантису. И демократы, считай, уже проиграли. Если, конечно, не случится гражданская война, версия 2.0. И это все результат старческого маразма Фессороса. Ему не хватило терпения, ума и дальновидности. Еще на прошлогоднем Давосе он во всем винил Путина и Си Цзиньпина в том, что две тирании мешают развитию свободного общества. Читай, мешают разложению человечества. Но самое главное для него зло – это, конечно, Путин. И он это прямым текстом сказал. Поэтому мы должны мобилизировать все наши ресурсы для скорейшего прекращения войны. Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию – как можно скорее победить Путина. Путин – это организатор антисоросовского движения во всем мире. Он для Сороса враг номер один. Что касается американской судебной системы, она всегда славилась своей относительной независимостью. Но эмигрант из Восточной Европы смог подточить и подмочить репутацию этой системы. Если и были колебающиеся избиратели, то теперь они все перешли к республиканцам. Почему Соросу удалось добиться таких результатов, например, в Америке или в других странах? Ну, потому что население, скажем, в США более законопослушное. Это вам не Россия, где каждый человек имеет свое мнение. Хоть и все говорят, что это свободный мир, типа Запад, но они на самом деле свободны относительно, они свободны своих рамков. Этому способствует воспитание и жесткая законодательная система. В мире идет борьба между обнаглевшими капиталистами, которые стали посягать не только на деньги, но и на умы граждан, суверенных и консервативных государств, таких как Россия и Китай. Спасибо за просмотр.